Приветствую дорогие, ну а это своеобразная опять моя реакция на некоторые новости, которые произошли за эту неделю, а может и за прошлую. Сегодня это будет не просто новость, я сделаю что-то вроде небольшой солянки на все то, что я посмотрел на этой неделе. И это не только касается Ходячих Мертвецов, поэтому, что называется, принимайте это все с солью. Итак, первая новость. В ответах на вопросы фанатов Роберт Киркман в последнем выпуске комикса очень так своеобразно пошутил по поводу ухода Нигана из вселенной Ходячих Мертвецов. Дело в том, что я вам напомню, что последний раз Ниган появлялся еще в декабре. Тогда был очень такой важный для него выпуск, потому что там случился очень крутой разговор между ним и Мэгги. Я напомню, что Ниган буквально-таки встал на колени перед ней и стал просить прощения за все то, что он натворил. Но Мэгги, будучи очень своеобразной девушкой, его, видимо, простила и не убила. И после этого поцеловала со своим новым ухажером Данты. Тем самым она как бы закрыла свою прошлую жизнь, касаемую Глена, и начала новую. А Ниган остался сам при себе. Он нашел даже сначала новую биту, нашел даже проволоку ключую, стал на нее обматывать. Но потом он что-то его перемкнуло, и он решил, что он хочет начать новую жизнь. И больше ничем с тем, что у него было сейчас, он не хочет иметь дело. Выпуск тогда закончился тем, что он сжег биту в костре. Так в чем-то сыр-бор. А после этого Нигана мы ни разу не видели, не слышали в принципе. Но естественно, что фанаты не могли просто так пропустить этот вопрос. И кто-то спросил, что же будет с Ниганом, и когда же мы увидим его возвращение долгожданное. Вот что ответил не только Киркман, но и его друзья. Сам Киркман-то ответил очень-очень аморфно. А вот редактор по комиксу Мацкевич ответил следующее. Если мы снова увидим Нигана, а мы его не увидим, я был бы очень удивлен, если бы у него была бита. Похоже, он оставил ее в прошлой жизни. Ну а Киркман, будучи тем еще троллем, вот что добавил. Это вполне себе кажется правдой. Знаете, мне вообще-то не очень верится весь этот большой заговор. И мне кажется, что скорее всего нас буквально-таки троллят и играют с нами. Я не верю, что сейчас Киркман имеет настолько сильные яйца. Буквально-таки не в том самом положении сейчас комикс, чтобы так разбрасываться такими интересными персонажами, как Ниган. Тем более, как я уже сказал, никого после всеобщей войны он так сильно не развивал, кроме как Нигана. Рик появляется, можно сказать, где-то в половине комикса вообще в году. И это и хорошо, и плохо, потому что сам персонаж по себе уже не такой крутой, как был раньше. Сейчас он больше такой старец, бородач. Он больше советует, больше руководит, больше говорит. Но по факту каких-то действий от него мы уже давно не видим. Ниган же достаточно интересный в том плане, что мы ждем от него новых-новых каких-то черт, которых мы не видели ранее. И Киркман, будучи автором, специально нас на это настраивал последние, наверное, года два. Когда мы ожидали, что Ниган сейчас вот-вот-вот-вот он изменится. И действительно, он очень сильно менялся. И он менялся, когда уже Рик его отпустил из тюрьмы. Мы видели его интереснейший монолог со спасителями, его бывшими людьми, когда он буквально-таки всех поставил опять на колени. И они пришли сюда воевать. А по факту оказалось, что он их всех убедил и сказал, что, чуваки, неужели вы хотите вернуть то, что было прошлое? Неужели вы хотите вернуть кровопролитие? И все. И все обосрались, и все ушли обратно без единой пули. Я не знаю, это очень крутой момент в выпуске. И, по-моему, самые крутые последние выпуски вообще комикса касались именно Нигана. И там, где он фигурировал, выпуски как минимум не были скучные. Чего нельзя, например, сказать о последней арке с Содружеством. Вообще, друзья, может быть, я не прав, но обязательно кто-нибудь напишите, как вам последняя арка с Содружеством. Может быть, вам она нравится, может быть, вы ждете каких-то невероятных потрясений. Честно сказать, я уже давно не жду ничего от Содружества. Мне надоели вот эти самые нагнетания атмосферы, нагнетания, нагнетания чего-то, чего непонятно. И с каждым выпуском, когда ты ждешь какой-то кульминации, ничего не происходит. Другими словами, я не верю в окончательный уход Нигана. Я уже раньше как-то говорил, что мне кажется, что Нигана Киркман приберегает как минимум до 200-го выпуска. 200-й выпуск должен быть как минимум чем-то очень значимым. Я уверен, что именно этот выпуск должен унести кого-то очень-очень крутого. И здесь я могу поставить как на Рика, который, честно сказать, вот именно что последние года 3-4 вообще никуда особо не развивается. Или на Нигана, потому что Ниган появился ровно в 100-м выпуске, то бишь 100 выпусков назад. Получается, что таким образом Киркман может как бы закольцевать историю. И это было бы как-то символично с его стороны, как мне кажется. С другой стороны, кого он поставит на замену Нигана, вот это тоже вопрос. Потому что все новенькие персонажи, ну, абсолютно какие-то, ну, аморфные, неинтересные никакие. Что та же самая Бамела Милтон, что ее уродит сынок, что новая принцесса, которую вообще то ввели, потом забыли на 5 выпусков. Сейчас опять показали немножко, опять забыли на 3 выпуска. Я что-то не понимаю, что происходит в этом комиксе. Может быть, вы чего-то понимаете и все еще ждете каких-то взрывных эмоций. Поэтому, друзья, именно как минимум из-за этого я очень-очень как-то сомневаюсь в том, что Нигана сейчас нам сольют. Или в принципе больше никогда не покажут. Я не помню, чтобы персонажи в комиксе когда-нибудь просто уходили и о них забывали навсегда и на всю жизнь. И тем более о таких интересных, как Ниган. Да, вы вспомните сейчас Моралеса, но Моралес был в сериале. И с Моралесом там другие дела были. Моралес был персонажем Дарабонта, его они хотели возвращать из-за каких-то авторских вопросов. И получилось, что его вернули, чтобы сразу и убить. Поэтому Ниган не Моралес. Можете обрадоваться. Вторая новость на этот раз касается неходящих мертвецов. Представьте себе. Я хотел бы рассказать о сериале Кастл-Рок. Точнее, о его четвертой серии, которая, на мой взгляд, оказалась более интересной, чем даже первые три. На нем пропитанные кровью одежды. И имя ему Слово Божие. Лейтенант! Лейтенант! Дело в том, что здесь продюсеры начали наконец-то показывать развитие сюжета. Здесь как бы закончилась такая своего рода описательная часть. Более того, мне кажется, что здесь они наконец-то обрели, что называется, собственные яйца. И немножечко отстранились от всех известных сюжетов Кинга. И началась собственная история, что мне очень нравится. Наконец-то эта история перестала быть похожей на фанфик по самым известным книгам писателя. Четвертый эпизод наконец-то таки посвятился раскручиванию интриги с пропажем детства Генри Дивера. Авторы фактически дают нам очень сильное раскрытие для решения этой загадки. Если в первых трех сериях Генри мне показался просто аморфным слюнтяем, которому плевать по большому счету на свою пропажу, то в четвертой серии он практически все время потратил на это. Мало того, что нам показали, где скорее всего был Генри те 11 дней, нам также намекнули еще и очень круто на то, что похожим путем мог пропасть и малыш из тюрьмы Шушенг. Показали и то, что шериф Банкбард знает гораздо больше о малыше. По крайней мере, он очень плотно общался с бывшим директором тюрьмы Лейси. У Банкбарна есть и тайна того, почему он оказался тем зимним днем в лесу, и он не очень хочет об этом говорить. Однако, все же не менее, главный кейс в этой серии произошел и с охранником Залевским. Странно, что еще в прошлых сериях таких трансформаций явных в нем не было. Я не хочу сильно спойлерить этот момент, поэтому те, кто смотрит Castle Rock, обязательно досмотрите эту серию до конца. Благо, что серия нигде не провисает и 50 минут проходит на одном дыхании. Конечно же, ярые фанаты снова найдут и приятные отсылки к произведениям Кинга, вроде смайликов на экранах или хулигана из культового «Останься со мной». Но самое главное, лично для меня здесь, это то, что у шоу появился собственный сюжет, и он больше не воспринимается только как фанфик по главным произведениям Кинга. Ну и, наконец, еще на этой неделе я сходил в кино на шестую миссию «Неуполнимо». Я не знаю, зачем я это сделал, потому что я, в принципе, не видел ни одной картины из этой франшизы. И сейчас у меня полетит буквально-таки куча гнилых помидоров по поводу того «Чувак, как ты можешь говорить о том, что ты раньше, в принципе, не видел, а сейчас ты просто так будешь засирать этот самый крутой фильм? Ты же, блин, не знаешь прошлых историй, чтобы говорить, что история дерьмовая, потому что ты должен был знать, что тогда это происходило, а сейчас это связано с тем, что было в прошлый раз. Блин, это так не смотрится. Короче, я все понимаю, обязательно я жду таких комментариев, пишите, говорите. Знаете, что мне непонятно по поводу этого фильма? Я, когда его посмотрел, я такое ощущение, что вернулся в 90-е, потому что такого уровня сюжеты снимали даже не в 90-х, а в 80-х, даже в 70-х, когда, в принципе, на сюжет клали вот такой вот с прибором, и все держалось на просто главном герое, который казался буквально-таки неубиваемым, а самым-самым крутым, таким, даже круче, чем Бэтмен, героем. Черт возьми, блин, я такие фильмы сейчас даже не видел в комиксах, даже кинокомиксы, которые, ну, вспомню того же БПС, да, ну, даже Лигу Справедливости последнюю, которая та еще дерьмо, но там хотя бы немножечко уделяли время развитию сюжета. В том же самом БПС нас очень сильно интриговали тем, что почему Кларк решил таки пойти против Бэтса, и Бэтс пойти против Кларка. То есть вот эта интрига, вот эта атмосфера нуарности, холода, какой-то темноты, она привлекала, несмотря на то, что, в принципе, да, это тоже фильм про супергероев, и шестая миссия «Неуполнимая» — это банальный тот же самый фильм про супергероя. Ну, просто здесь абсолютно нет ничего для человека, который имеет, ну, как минимум, 11 классов образования. Я не понимаю, как можно смотреть такое... Нет, я абсолютно понимаю, кто идет на это кино. Они идут посмотреть на то, как герой Тома Круза убивает буквально-таки по 6 человек вооруженных, причем они стоят все четверо или пятеро, направлены на него пистолеты, и он успевает выстрелить в чувака, который стоит не с ними, а вот рядом, и потом пострелять в всех остальных тоже с оружием. Ладно, фигня. Ладно, 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 вы делаете обычный кинокомикс, где не нужно слишком много думать головой. Ну, тогда сделайте хотя бы очень интересного, объемного антагониста, потому что мы помним, что хороший фильм про супергероя делает не супергерой, а тот, кто будет с ним сражаться. Вспомните того же, наконец, Джокера, вспомните того же самого Таноса, которого я не перевариваю. Но здесь кто главный антагонист? Генри Кевилл? Я не знаю, друзья, но потому что главная интрига фильма была понятна вообще изначально, потому что в трейлерах нам очень крупным планом буквально показывали, что Кевилл и Том Круз будут драться, то есть нам уже фактически сказали, что вот он, главный антагонист. И полфильма нам как бы, ну, не говорят, что Кевилл предатель, да, но потом, блин, оказывается, что он такой... Чёрт возьми, неужели вы думали, что мы это не поняли ещё, да? С другой стороны, фильм очень дорогой, очень качественный со стороны визуала, здесь отличные трюки. Том Круз летал сам на вертолёте, это было показано в закадровых съёмках, и это пиздецки очень-очень уважительно в его сторону, с моей, например, стороны, да. Я офигеваю, какой он мужик с какими яйцами, да. Хотя я всё-таки подозреваю, что в вертолёте, кроме него, кто-то всё-таки ещё летел на всякий пожарный случай, да. Ну, ладно, бог с ним, он управлял вертолётом. Это очень круто. Он выполнял трюки на мотоцикле тоже сам. Молодец, круто, да. Но этого мало. Ну, я не знаю, я не могу, я не понимаю, как можно ради этого идти в кино. Вот объясните, когда... Ты, в принципе, всё понимаешь наперёд. Генри Кевилла, которого здесь изобразили абсолютно-абсолютно шаблоннейшим, без капельки подноготный, чтобы мы хоть немножечко за него стали, что ли, или ненавидеть, или его за него переживать. Он абсолютно шаблонный, он абсолютно-имшим образом нехаризматичный здесь получился. Я всегда думал, что он не самый плохой актёр, он всё-таки англичанин, а у них очень сильная актёрская школа. Здесь вообще ничего не было. Вот абсолютно. Боёвка на вертолётах, со стрельбой, а, наконец, когда вертолёты упали в какую-то расщелину, и там Том Круз, естественно, он крутой, он самый крутой, он там даже не поранился, он вылез и дал пиздюлей Генри Кевиллу. Но чёрт возьми, ну это же фильм... Ну это же фильм снимается в 21 веке, друзья. Ну неужели, неужели ничего не изменилось в 90-х абсолютно, кроме увеличенных бюджетов и улучшенного качества постановки? Это очень плохо. Короче, я не знаю, как это кино относится объективно, потому что это абсолютно не моё кино. Если вы идёте просто похавать глазами, и вам по барабану на свои мозги, вы просто идёте и отключаете мозг, и сидите два с половиной часа, и просто... просто жрёте попкорн, то, наверное, идите. Я не знаю, мне не получилось. Я вообще первые, наверное, минут сорок уснул от того, что мне было скучно. Какой же там ублюдский сюжет, я вас умоляю. Какой-то синдикат, который против мировых правительств, он хочет всё нахрен взорвать, но почему-то не взрывается в нужный момент, а почему-то дожидается чего-то. Чего вы, блядь, дожидаетесь, если вы так хотите всё взорвать? Ммм, лютая, лютая ерунда. Вот сюжет это просто такой позор. Я не знаю, такие... Такую клюпую. Ну, вспомните, например, похоже чем-то отдалённо, например, тот же сериал «Родина», где тоже есть мировые заговоры, тоже есть террористы. Да, этот сериал уже давно пробуксовывает, даже я на него забил уже на последних трёх сезонах. Но там, как это всё там показано, как там развивается интрига с главной героиней, как она взаимодействует с этими террористами, там даже террориста начинаешь немножечко сочувствовать им. Здесь же абсолютно никто, ни капельки не кажется обоснованным, не кажется глубоким. Это просто какая-то лютая чушь. Когда в Голливуде собираются делать кино, они, наверное, ставят либо на сюжет, либо на постановку самого фильма. То есть ничего среднего не бывает. Не бывает так, чтобы и на то, и на другое выделили хорошо денег. Надо обязательно либо отдать все деньги Тому Крузу за то, что он выполняет сам трюки, либо отдать все деньги режиссёру, чтобы он и сценариста написали внятный сценарий. Ну, а вы обязательно напишите, чем я не прав. Может быть, я продираюсь к фильму. Может быть, вы фанаты этой истории. Обязательно об этом пишите. Я не навязываю своё мнение. Мне просто не понравилось кино. Оно не моё. И я понял, что я не зря не ходил на предыдущие части. Ну, а пока, всех благ, удачи. Пока-пока. Рикардо, постой! Рикардо, прости, ты не уходи. Вторая новость меня... М-м-м!